Как сказал один мудрый человек, интернет в его современном виде существует ради двух вещей. Фильмов для взрослых и котиков. Да-да-да, еще древние египтяне поклонялись кошкам, а с появлением возможности делиться контентом про усатых бездельников с людьми со всего мира, котамания и вовсе стала интернациональной болезнью. Однако вот что удивительно. Хорошие игры про кошек можно пересчитать по пальцам. Точнее даже так. Игр с кошками много, но... Далеко не во всех проектах кошка является... кошкой? А не каким-нибудь олицетворением той или иной черты характера или мечтой фури художника. На ум приходят разве что совсем нишевые симуляторы до какой-нибудь приключения кота Порфентия в деревне. Но вот совсем недавно, в июле 2022 года до релиза наконец добрался Стрэй. Очаровательный квест, посвященный прохождению рыжего бродячего котика в мрачном антиутопичном мире, населенном машинами. Еще до релиза данный проект привлек немало внимания, но стоило ли оно того? Получилось ли у киберпанкового кота стать достойной игрой не только для любителей кошек, но и для обычного геймера? Давайте разбираться! С вами канал XDelete и для начала хотелось бы поблагодарить наших спонсоров, патронов и бустеров. Благодаря вашей поддержке мы можем и дальше выпускать качественные и интересные видео на самые разные темы, за что мы вам очень благодарны. Ну и не будем еще больше тянуть кота за хвост, пора узнать, стоит ли заводить виртуального котика. Сказка о мире без людей Начать наш обзор, пожалуй, стоит с одного из важнейших для приключенческих игр аспекта – сюжета. Сюжетная линия Стрей по своей сути является чем-то вроде сказки. Да, пожалуй, именно сказки, рассказывающие о том, Как бродячий рыжий кот случайно провалился в мрачный подземный город, населенный роботами, и теперь пытается выбраться оттуда, чтобы воссоединиться со своей семьей. И звучит, конечно, это все банально. История про потеряшек у нас предостаточно и нередко они копируют друг друга, однако Стрей смогла. Смогла нас приятно удивить. Да, несмотря на вторичную завязку и простую, как две копейки, мотивацию, история Стре оказалась очень крепким и добротным приключением, в котором грамотно чередуются тихие сегменты с размеренным изучением мира и общением с NPC и бодрые такие забеги по опасным зонам. Не будем раскрывать подробности и лишь скажем, что финал, несмотря на свою предсказуемость, если не выжмет из вас купую слезу, то точно оставит под впечатлением. И это все за часов 5-6 неспешного прохождения. Поскольку мы играем за кота, по логике вещей разговаривать нам не положено, да и вещи таскать тоже лапки же. Чтобы похождение кота не превращалось в немое кино, нас практически всю игру будет сопровождать B12. Небольшой дрон, который речь робота перевести на кошачий может, и совет полезный даст, и вещи за нас носить будет. В общем, полезный компаньон, если обойтись без спойлеров. Отдельного внимания достоин и сам город, в котором происходят все события. Как нам дают понять с самого начала игры, людей в мире стрей, в общем-то, не осталось. Город, в который мы попадаем, это убежище, которое кожаные мешки хотели использовать, чтобы не исчезнуть как вид с лица земли. На что-то явно пошло не так. В результате чего данное поселение теперь населяет компаньоны. Это, если что, забавного вида роботы, которые буквально заменили собой человечество, скопировав у людей образ жизни, повадки и все в этом духе. История стрей получилась достаточно короткой, но насыщенной, благодаря чему она не успевает надоесть. Город так вообще получился полноправным персонажем истории. Вот разработчики видно, что через кропотливо проработанные декорации немногочисленных локаций, представленных в стрей, они постепенно могут посвящать игрока в предысторию мира, заставляя проникнуться местной атмосферой. Игра то вгоняет в депрессивно-меланхоличное настроение, то наоборот заставляет взбодриться и не унывать. И эта игра на контрастах с мощным финалом, пожалуй, делает стрей одну из лучших сюжетно-ориентированных игр этого года. Если вы не собачник, конечно же. Кстати, пишите к слову в комментариях, из какого вы лагеря? Вы по кошкам или по собакам? Этот ролик, если что, монтировал кот. В общем, за сюжет мы ставим игре заслуженный лайк. Но все же это не интерактивное кино, так что не лишним будет глянуть и на геймплей. Годячая котастропа Вот геймплей в стрей, пожалуй, единственная действительно неоднозначная вещь во всей игре. С одной стороны, у нас тут нечто среднее между квестом и симулятором ходьбы, потому что большую часть игры мы просто бегаем по загонам локациям и общаемся с NPC, да собираем всякий хлам, чтобы использовать его для решения головоломок. Головоломки сами по себе, кстати, не сказать, что сложные и редко состоят из большого числа этапов, но при этом достаточно интересные. Особенно за счет того факта, что никто вас за ручку или скорее за лапку не ведет. Все подсказки в игре кроются в диалогах с NPC и B12, благодаря чему сохраняется дух первооткрывательства, что ли, которого, кстати, так не хватает в современных играх. Изредка игра решает разбавить неспешный геймплей сценами погони и стелс, и, откровенно говоря, вот к ним есть претензии. С одной стороны, местный стелс, как это часто бывает, достаточно деревянный и однообразный. Ну, не попадайся в специально подсвеченное поле зрения врага, и он тебя не заметит. А с другой стороны, таких моментов в игре немного и действительно наскучить они не успевают. К тому же стрей богата на забавные мелочи, поскольку мы играем за кота. Тут можно, внимание, царапать вещи, спать, опрокидывать все, что не прибито, бросаться под ноги зазевавшимся прохожим и, конечно же, мяукать. В общем, тут можно быть котом-засранцем, и это весело. Серьезно. Пусть из всех этих механик реальная польза есть разве что от царапания, задействованного в некоторых головоломках и срезах, но тем не менее, каждый из этих приятных мелочей знатно играет на руку игре, благодаря чему не создается ощущение, что мы играем не за кота, а за камеру на лапах, как это обычно бывает в симуляторах животных. Вот в стрей хорошо видно, что разработчики старались. Вот старались сделать достоверную игру про кота, в которой не пришлось бы страдать от лудонарративного диссонанса из-за того, что кот творит вещи, на которые, собственно говоря, не был бы способен. Подобный подход к деталям не может не радовать, так что разработчиков можно похвалить за геймплей. И немного поворчать по поводу одной странной мелочи. Имя этой мелочи – коллекционные предметы. В стрее есть сразу два вида коллекционок – воспоминания B12 и значки. Если сегментами воспоминаний все более или менее хорошо, и их действительно интересно искать, то вот со значками все очень и очень спорно. Неизвестно почему, но разработчики решили обнулять собранные несюжетные значки, если вы решили перезапустить главу. Притом, значки вы потеряете, даже если перезапустите главу, идущую после того, как вы их собрали. К примеру, до первой серьезной вылазки кота в опасную зону, вы собрали все ноты для одного из роботов, и он одарил его значком. Угадайте, куда он денется, если вы решите перезапустить ту самую главу с вылазкой, чтобы, например, найти несобранные воспоминания. Правильно, кошачий лоток. Возможно, это баг, но он изрядно раздражает. Особенно, если вы решите выбить местную платину. Но, впрочем, это не сказать, что критичная проблема, так что можно и простить ее разработчикам, ведь геймплей на стрей получилось достойной. Даже несмотря на костыли, вроде прыжков, только на контекстные зоны, из-за чего местный кошачий паркур иногда проседает динамики. А вот что до скромной по меркам большинства игр продолжительности, то тут она, как ни странно, идет игре только на пользу. За счет того, что стрей проходится быстро, слегка однообразный геймплей банально не успевает надоесть, а периодическое введение разовых механик, вроде упомянутого стелса, и вовсе не дает заскучать. Так что наш вердикт по геймплею достойно одобряем. Ну и перед тем, как выносить игре итоговую оценку, хочется еще уделить пару слов визуальному и звуковому оформлению игры. Если вкратце, с визуалом тут все прекрасно. Несмотря на не самую передовую графику, стрей выглядит впечатляюще, а некоторые локации вовсе словно созданы для скриншотов, вот настолько они атмосферные и красочные. Разработчики действительно старались сделать каждый уголок местного мира запоминающимся что ли и обжитым, при этом не превращая всю игру в набор одинаковых декораций. Вот каждая глава стрей несет в себе совершенно разное настроение. Тут вам и тоскливые трущобы из начала, и жутковатая канализация с ордами местных хэткрабов-недоростков, и типично киберпанковый азиатский город. В общем, любители наделать скриншотов явно будут рады, как и ценители всей этой антиутопичной эстетики. Со звуковым оформлением у игры тоже все неплохо, прям-таки запоминающихся музыкальных композиций тут немного, и они не сказать, что годные, но, тем не менее, уши не режет, сильно не приедается, так что жаловаться не на что. А вот звуки и голоса персонажей достойны похвалы. Несмотря на то, что мы имеем дело с роботами, говорящими синтетическими голосами, каждый из персонажей звучит уникально. Вот просто послушайте. И это, честно говоря, не может не радовать. А вот что до озвучки кота, то тут можете и сами устроить тест на достоверность. Попробуйте, вот просто попробуйте включить мяуканье кота эстрей рядом со своим котом, если, конечно, он у вас есть. Ну и, как нам кажется, на этой позитивной ноте можно и итоги подводить. Вполне ожидаемо, итоговые впечатления от Стрей сложились более чем позитивные. Это небольшой, но очень атмосферный и в какой-то степени душевный, что ли, проект, который не пытается совершить революцию в игровой индустрии, но точно заслуживает вашего внимания. А скромная цена и небольшая продолжительность позволяют, по сути, потратить пару вечеров на Стрей, пройти, получить прилив теплых эмоций с нотками грусти и при этом не устать от прохождения, как это бывает с некоторыми более масштабными проектами. Так что к прохождению рекомендуем. Но, как и всегда, это лишь наше субъективное мнение и ваше мнение может отличаться, при том весьма сильно, если вы не очень-то любите кошек. А поделиться своей точкой зрения можно в комментариях, так что не стесняйтесь, рассказывайте, что вы думаете Острей и, например, о каком животном хотели бы увидеть игру. Мы же, в свою очередь, вновь выражаем благодарность нашим патронам, спонсорам и бустерам за поддержку канала. Спасибо вам большое! Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и царапать колокол. До скорого, котаны!